Всем привет, это Эдим ТВ! Меня зовут Роман Табаков, за кадром мне помогает Евграф, и тут выяснилось ужасное. Оказывается, за сколько, 10 лет существования канала? Да. Ни разу не готовили Педро Манхэттен. Надо исправляться. Евграф, что мы знаем про Педро Манхэттен? Это Манхэттен, но Педро. С Педро Хименесом вместе. Который сделал Дон Педро. Я бы сказал, один из важнейших коктейлей современности, который был придуман в баре Деликатессен. Ну, возможно, может, он был придуман и до этого, но популяризирован именно в баре Деликатессен. В общем, мне кажется, любой коктейль, который состоит из двух ингредиентов, могли придумать много раз независимо друг от друга. Теперь давай считать. Бурбон, Педро Хименес, два битера, еще бальзамик. Пять ингредиентов. И вишенка еще, шесть ингредиентов, понимаешь? Не все так просто, как кажется. И лед еще. А я думаю, что этот коктейль переживет и меня, и Евграфы, и канал, и так далее. И, в принципе, это уже такая современная классика, которую готовят теперь по всей стране, и даже, я думаю, за пределами России тоже. По сути, этот твист на коктейль Манхэттен. Я уже говорил, да, что Манхэттен один из моих самых любимых коктейлей, который мне не надоедает пить даже летом в жару. В чем заключается твист? Ну, во-первых, основу составляет американский виски. Точно так же, как и в классической версии. Мы сегодня будем использовать такой вот редкий релиз от Wild Turkey крепостью 58,4 градуса. 60 миллилитров. У него немножко другие пропорции. Если в Манхэттене часто встречается разграмовка 2 к 1, то здесь 3 к 1. Причем, потому что Педро Хименес сильно слаще. И на 60 миллилитров бурбона мы возьмем 20 миллилитров Педро Хименеса. Все, Роман нашел способ даже в Манхэттене укрепить крепким бурбоном. Ну, Вячеслав Михайлович любит покрепче. За весь алкоголь мы благодарим сайт elvine.ru. Дальше. Два биттера. Ангастура, как в классическом Манхэттене. И шо. Его не было в классическом Манхэттене. И вообще полагается бальзамик. Только я, во-первых, забыл у Вячеслава Михайловича уточнить. Все-таки крем-бальзамик или бальзамический уксус. И в любом случае бальзамик я забыл дома. Так что сегодня обойдемся без него. Уж простите, но такое маленькое упущение. В принципе, все. Добавляем лед и размешиваем. Что-то там это, часто критикуют, что я никому ничего не посвящаю. Я обычно передаю приветы. И сегодня я передаю привет Мише из ресторана География. Миша, привет тебе. Вот так вот, да, все. О, как крепко. Хорошо. Переливаем. И нам осталось гарнировать вишней. Вишня, кстати, свеженькая. Этого урожая. И позвать Евграфа дегустировать. Евграф. Выходи. Выходи. Падай, груз. Педоро. Ты не смотрел аниме Excel Saga? Я, в принципе, не по аниме. Ладно. Пока только Атаку Титанов осилил. Кто смотрел, знает шутку про Педоро. Аромат, конечно, в основном дает, я пока еще не пробовал, дает Педро Химедес. Бурбон там где-то есть, но несмотря на то, что его чуть-чуть, этого Педро Химедеса, он такой прям ух, насыщенный. Он и по вкусу, он какой-то же такой... Короче, его из увяленого винограда производят. Он теряет очень много влаги, оставшийся там концентрируется. После чего его там прессуют, получают очень концентрированное сусло. И, соответственно, сахара там, ну, в нашем случае, 380 грамм сахара на литр. 370 даже, я вот вижу. А у некоторых бывает и за 400 грамм сахара на литр. То есть, это прям послаще некоторых ликеров. Сладость отличная в данном случае. Причем натуральный виноградный. Это, я считаю, плюс. Еще хороший коктейль. Балансированный, прекрасный. Единственное, конечно, он очень крепкий. Ну, то есть, я, как небольшой любитель суперкрепких коктейлей, сколько там? Если бурбон 50, сколько там, 3, 6, ну, его разбавили на четверть. 58,4. Градусов 30, короче, коктейль. Всего? Don't be a pussy, как сказал бы Микки Рур. Для такого крепкого коктейля он вполне. Вишенку попробуй. Вишенка, а, ты сам делал. Своими руками практически. О, если его забавишь, то я косточки не вытаскиваю. А если с кусочками, он просто забродит. Че там собачий. Не бродил он. Наоборот, замороженный. Забродит через какое-то... Вот, не путай свежую и замороженную. Да, согласен. Свежая забродит. Потом банка взорвется. Ну, хорошо. Вишенка прекрасная, замечательная. Корпель. Настолько он стал популярен деликатесом, что когда вы его сейчас... Сначала его начали выдерживать в бочке, на которой изобразили Вуди Аллена, потому что, типа, Вуди Окт Манхэттен. Потом поставили кнопку, и когда вы заказываете сейчас в Кедре Манхэттен, деликатес ему дают кнопку, вы нажимаете, и наверху стоит счетчик, и там меняется счетчик коктейлей. Сколько их там сейчас? Я, честно говоря, уже... Там их много было. Прям очень много. А вот, кстати, вопрос к тебе. Насчет выдерживания. Это имеет смысл? В деликатесах так часто делают, и во многих барах заливают коктейли уже готовые, то есть, по сути, все это смешали, залили, допустим, в бочку, или даже в бутылках они бывают. Ну, может, это не выдержка. Ну, бутылка особо, да, в бутылке хорошо поженится, в целом, да, различные компоненты бочки. В случае с выдержкой в бочке, естественно, хорошо поженятся ингредиенты, добавятся от бочковой выдержки своеобразные там моменты, но если вы держите в бочке, лучше не добавлять биттеры, их добавляют потом, как правило, потому что они выдыхаются тупо, и коктейль должен быть крепкий из алкоголя, без кислой части, без всяких фруктовых соков, и так далее. Именно алкоголь, без алкоголь, без алкоголь, без каких-либо посторонних вещей. Мы в свое время выдерживали негрони на специях, был у нас микс ромов, еще что-то, ну, то есть, тоже с этим побалуюсь. Что там со шпажкой? Шпажка, это не просто шпажка. Это всем шпажкам шпажка. Это супер, во-первых, она слишком длинная для этого бокала, но вы это и без меня заметили. Эту шпажку я стырил, ну, как стырил, мне ее дали, я забрал. Честно, позаимствовал. Да, из либертарианского клуба «Новая искренность», которого уже не существует, но он существовал в короткое время, а шпажки там были вот такие, ну, конечно, это не они сами делают, понятно, что это где-то они тоже закупили. Да, я вот в метро такие покупал. Ну вот, ну просто у меня она лежит, по-моему, две-то осталось, и я их храню как память о том, походе. И коктейли были неплохие, кстати, авторские тоже, но теперь уже все. Как тебе, кстати, моя футболка, Рома? Сам делал, она в форме бокала, там как будто бы кусочки льда белого, лаймик и трубочка, название видов коктейлей. То есть, короче, скоро мерч будет «Увидим ТВ». То есть, скоро, он уже давно есть. Черт, ссылка, если что, в описании. Такую футболку тоже можно купить. Если бы я носил футболки, я бы такую себе приобрел. Ты носил наив, я помню. Наив, что там у меня еще было? Металлика у меня была. Ну, я не стал делать мерч с Металликом, наивом, пожалуй. А что такого? Сейчас уже даже за это не оштрафуют, мне кажется. Параллельный мерч. Правообладатели, да. Они не смогут тебе ничего предъявить. В общем, коктейль хороший, и мне прям понравился. Я даже не ожидал. Я думал, будет прям супер крепко, либо супер сладко, из-за того, что Педро Хименес очень сладкий. Но ни то, ни другое не произошло. Хотя крепко весьма. Возможно, это даже мне больше нравится, чем обычный Манхэттен. Ну, то есть, вермут с бурбоном. Я с уважением отношусь к этому коктейлю, но без, так сказать. То есть, подожди, ты из лагеря олдфешнена, что ли? Я не помню. Я крепкие коктейли не люблю, я же рассказывал. Я как бы могу пробовать, оценить там вкус, мне понравилось, все хорошо. Но делать себе там или пить. Ну, во-первых, я напьюсь быстро, что мне, что интересного? Ну, типа, таких коктейлей, это как этот, мартини пить. Коктейль. Ну, как бы смысл. Не надо, мартини пенит очень быстро, так, незаметно и мягко. Ну, мягко, не мягко, сколько вы выпьете? Я люблю, когда больше жидкости, короче. Спасибо, что приготовил, это было хорошо. И спасибо вам, что смотрели. Ставьте обязательно лайки, не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, потому что у некоторых говорят, подписка слетает, надо ее возобновлять. Ну, или просто, может, вы забыли, что вы не подписались, а просто смотрите. А это незаконно. Подписывайтесь на соцсети Романа, у него они разные есть, не все мы можем произносить, но можем произнести YouTube. Например, у Романа есть, ссылки все в описании. Возможно, другие видео с Романом, а также видео коктейли с виски, там и так далее, плейлисты, все это по ссылке в описании, там в углу, это все вы знаете. Если вы хотите получить доступ к дополнительным видео, каждую неделю выходит, третье видео в неделю, а также это способ просто помочь нашему каналу, то вы можете подписаться на Boosty, либо на Патреоне, платная подписка, это поможет нашему каналу в это сложное время без монетизации. Спасибо большое. Еще у нас есть крипто-кошельки. Спасибо сайту Эльвайн за то, что мы сегодня использовали. Если вы хотите получить скидку 35%, то у вас есть промокод ЕДИМТВ. Скидка не распространяется, естественно, на скидочной позиции товара по спеццене, там тоже будет скидка на поменьше, но вообще-то это довольно-таки неплохо. Ссылка в описании. До новых встреч. Спасибо, что смотрели. Пока. Тут у Владимира, нашего оператора, возник вопрос, зачем надо шпажку втыкать, почему нельзя просто кинуть вишенку в коктейль? Почему не просто вот так вот кинуть ее? Просто потому, что надо различать такие вещи, как украшение и гарнировка. В данном случае это гарнировка, то есть считается, что это какая-то закуска, дополнение к коктейлю. Ты как бы сейчас пил коктейль и пробовал вишенку, правильно? Вместе это работает? Ну, работает. Что-то у них есть вообще. Бурбон хорошо сочетается с вишней. Херес, кстати, часто неплохо сочетается с вишней. Разные категории хереса. Поэтому, собственно, чтобы человек не было, что он там допивает, потом надо как-то вытряхнуть тебя в рот эту вишенку, мы ее сразу накалываем на шпажку. В принципе, можно ее там бросить, но тогда оно все вместе не работает. Ее надо допить коктейль, потом ты получишь вишню, потом ты ее пожуешь, опять уколешься об косточку. Вот, и так далее. То есть, ну, логично как бы человеку подавать. То же самое касается оливки в мартини, то же самое касается там многих других вещей. Если это украшение, типа, вот цедру лимона мы кидаем, мы же не думаем, что человек его будет есть. Мы можем просто кинуть, черт с ним, пусть плавает там. Поскольку это гарнир, он подается на шпажки. Подписывайтесь на Романа, у него есть всякие разные социальные сети. Иногда он там, может быть, махнет 100 грамм. Извините. Мастер завуалировать. Махнет 100 грамм. Махнет 100 грамм. Махнет 100 грамм. Махнет 100 грамм. Махнет 100 грамм.